Дорогие одиннадцатиклассники, сегодня мы начинаем с вами разговор о творчестве известного русского поэта, писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака. Тема нашего урока – жизненный и творческий путь Пастернака, единство человеческой души и стихии мира в лирике замечательного поэта. Многие годы уже нет Бориса Леонидовича Пастернака, но до сих пор с огромным интересом его произведения читаются во всех странах мира. Почему так происходит? Наверное, потому что у каждого из нас есть свой долгий и интересный путь к этому поэту. Хочу привести вам один из современных примеров, когда американский режиссер, культовый режиссер Квентин Тарантино в 2004 году, когда в Москве состоялся международный кинофестиваль, из Шереметьево отправился не в гостиницу. Он поехал в Переделкино и там провел полчаса на территории кладбища. Он сидел, как будто бы дремал на могиле Бориса Леонидовича Пастернака. На недоуменные взгляды журналистов он ответил очень просто. «Я чувствую духовную близость с этим русским поэтом». Ну а нам с вами уж точно нужно знать его творчество, любить и ценить его произведения. И, может быть, не во всем сегодня разобраться, но впереди у нас долгая и счастливая жизнь для этого. Истоки таланта Бориса Леонидовича Пастернака в его воспитании, в его семье. Родители были необыкновенно талантливыми людьми. Его отец – академик Петербургской академии живописи, художник. Мать – знаменитая пианистка. В доме всегда царила творческая атмосфера. И очень часто в гости приходили те люди, о которых мы с вами, конечно же, наслышаны. Это известные русские композиторы Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. Это многие русские художники. Николай Ге, Исаак Левитан, Василий Поленов. Даже Лев Николаевич Толстой время от времени бывал в этом доме. Потому что отец Пастернака в свое время иллюстрировал замечательный толстовский роман «Воскресенье». Под влиянием Александра Николаевича Скрябина, русского композитора, юный Пастернак оставляет занятия искусством. До этого отец и мать были уверены, что он станет знаменитым художником. Ничего подобного. Музыка так увлекла молодого Пастернака, что он несколько лет увлеченно ею занимался. Но и это тоже проходит. Он получил блестящее по тем временям образование, учился в Московском университете на двух факультетах, а потом продолжил обучение в Германии, потому что именно там в начале XX века был центр философской мысли. В жизнь Пастернака вторгается его любовь к философии. В связи с тем, что мы с вами сейчас посмотрели и услышали, оказывается, что в лирике Пастернака сочетаются три очень важные позиции, и ни одну из них выбросить нельзя. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий слайд. Увлечения и жизнь, и детские годы Пастернака прошли под эгидой живописи. Затем живопись уступила место музыке, а потом пришла любовь к философии. Мы сегодня, анализируя и читая стихотворения, лирические произведения Пастернака, можем с вами твердо быть уверены в том, что найдем все эти три позиции, которые позволяют стать лирике Пастернака необыкновенно звучной, мелодичной, красивой и глубоко философской. Вошел в литературу Пастернак в начале века, он дружил с Блоком, он был близок с Маяковским, но ни среди символистов, ни среди футуристов не ужился и стал писать свои произведения, такие вот самобытные, неординарные и очень яркие. В 1922 году вышел сборник «Сестра моя жизнь», в которой Пастернак громко на всю страну заявил о том, что он талантливый поэт. Но до признания было еще несколько лет. В 1920-е годы он реагировал на те исторические события, которые потрясли Россию. Слава и признание пришли в 1930-е годы. В 1934 году на съезде пролетарских писателей Николай Бухарин официально заявил о том, что Борис Леонидович Пастернак – лучший советский поэт. Слава и признание, к сожалению, были непродолжительными. Несмотря на то, что Пастернак передавал сборники своих рукописей Сталину, дарил ему подарки, привезенные с Грузии, все это закончилось очень быстро. И в 1936 году официально заявили о том, что существуют идейные разногласия у Бориса Леонидовича Пастернака, указали ему на недостатки его поэзии, и Слава таким образом отвернулась от талантливого поэта. Он удалился в переделки на подмосковной деревушечке, где и прожил практически остатки своих дней. В Великой Отечественной войне он не участвовал непосредственно, был в эвакуации в Чистополе, но вот вы видите на фотографии, что в составе писательской бригады выезжал на передовые позиции. После военные годы он пишет последнюю книгу, которая была издана, и после нее не появилось ни одного произведения Бориса Леонидовича Пастернака. «Избранные стихи и поэмы». Вот здесь, в этой книге, Пастернак заявил о том, что он пришел к своей жизненной концепции. Самое главное – это спокойствие, умиротворенность и творчество, то, что приносит ему удовлетворение, радость и удовольствие. Настоящий скандал и настоящая травля разразились, когда в 1957 году, когда в Италии, за границей, а не в Советском Союзе, вышел его замечательный роман «Доктор Живаго». А через год, в 1958 году, Шведская Королевская Академия присудила звание лауреата Нобелевской премии Борису Леонидовичу. Выехать он не смог, потому что началась такая достойная травля с помощью Николая Бухарина и Никиты Хрущева, что действительно пришлось оставить мечты и надежды. Пастернак вынужден был публично признаться о том, что он отказывается от получения этой премии. Для него это была трагедия, потому что мировое признание стоило большого уважения. Но советская страна не приняла такую позицию своего писателя. И поэтому ровно в 1958 году он пишет стихотворение «Нобелевская премия», в которой задается странным вопросом «Что же сделал я за пакость? Я – убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над судьбой страны своей». Не было ответа на этот вопрос. Пастернак не получит Нобелевскую премию. В 1988 году ее вручат в Стокгольме сыну. Пастернак остается в стране и продолжает творить. Он будет жить до 1960 года в полной изоляции в Переделкино, но подарит нам еще большое количество прекрасных вирических произведений. В течение жизни этого поэта сформировалась его определенная мировоззренческая концепция. Она связана с христианскими мотивами. Она связана с тем, что дорого каждому из нас с вами. Пастернак утверждал нерасторжимое единство человека и природы. То, что мы увидим в его стихотворениях. Он говорил о том, что человек должен быть един со Вселенной, и только тогда он будет жить в гармонии. Пастернак был твердо уверен, что каждая личность на земле самоценна. И, конечно же, бессмертие творчества – его любимая тема, о которой он много писал. Я предлагаю вам обратить внимание на одно из первых очень ранних стихотворений Бориса Леонидовича Пастернака, которое пережило три редакции. Вот такая, на первый взгляд, нехорошая погода, нехорошее природное состояние вызывают творческий процесс у Бориса Пастернака. Последние две строчки. И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв. Тонкая лиричная натура Пастернака улавливала любое движение природы, и это находило отражение в его изумительных музыкальных философских стихотворениях. Предлагаю вам посмотреть еще на одно стихотворение. Определение поэзии. Первая часть содержит анафору «Едино началие». Посмотрите, пожалуйста, как интересно построил Пастернак это стихотворение. Это круто налившийся свист. Это щелканье сдавленных льдинок. Это ночь, леденящая лист. Это двух соловьев поединок. Если провести небольшой эксперимент и поставить вместо указательного местоимения это слово «поэзия», потому что стихотворение называется «определение поэзии», у нас получится с вами вот та гармония, которой и наслаждался Борис Леонидович. Поэзия – это круто налившийся свист. Поэзия – это щелканье сдавленных льдинок и так далее. То есть гармонию человека ощущает только тогда, когда он живет в единстве с окружающей природой. Говорить о стихотворениях пастернаков всегда очень сложно, потому что они философские, и невозможно отличить и разделить темы любви от темы поэзии, от темы природы. Все взаимосвязано у этого поэта. Посмотрите, пожалуйста. Одно из любимых моих стихотворений – «Плачущий сад». Оно, как и многие стихотворения, метафоричное. Написано оно после неудавшихся романтических отношений с первой девушкой, завоевавшей сердце молодого пастернака в Марбурге. Это была Ида Высоцкая, которая не ответила ему взаимностью. И рождается вот такое красивое стихотворение – «Плачущий сад». Первая четверостишая достойна великолепной картины любого русского художника. Ужасный капнет и вслушается. Все ли один он на свете? Мнет ветку в окне, как кружевце. Или есть свидетель? Большая часть стихотворения – описание плачущего сада. Это мы с вами понимаем, что идет дождь, что листья по листьям стекают, слезы дождя, а где-то в глубине этого сада удивительная пара, которая переживает минуты влюбленности и тревожного волнения. Если говорить о следующих стихотворениях, наверняка этот романс вы слышали, «Никого не будет в доме». Стихотворение вы учили в седьмом классе. Романс этот достаточно известен. И он тоже, стихотворение, очень метафорично. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, Один зимний день в сквозном проеме Незадернутых гордин». Любое стихотворение Пастернака, какое бы мы ни читали с вами, мелодично. Оно действительно отличается звукописью и глубоким философским содержанием. Большая тема в творчестве Пастернака, о которой, конечно, нужно говорить отдельно, но для того, чтобы вывести домашнее задание, предлагаю обратить внимание и на вот эти стихотворения. Творчеством Пастернак жил. Он был талантливым поэтом, талантливым переводчиком, талантливым писателем. Он писал о том, что ощущал сам. По иронии судьбы, в 1946 году Борис Леонидович Пастернак заканчивает переводить Шекспира. И он пишет стихотворение «Гамлет». Оно философское и связано с именем английского героя не только названием, а и той позицией, которую часто мы с вами вынуждены занять. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Каждый из нас решает это в течение своей жизни и принимает однозначные, неоднозначные ответы. Как будто предсказывая свою судьбу, Пастернак в этом стихотворении пишет «Гул затих, я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку». В 1946 году еще были только предпосылки того, что случится с этим талантливым поэтом. Но он чувствовал их, говоря, что настоящая поэзия прозорлива. И это предчувствие было у Пастернака. Одно из любимых моих стихотворений, которые наверняка вы уже слышали и знаете, «Быть знаменитым некрасиво, Нету поднимает ввысь, Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех, Позорно ничего не знача, Быть притчей на устах у всех». Поэтическая и жизненная креда великого поэта, Которую, наверное, хорошо было бы Каждому из нас с вами принять. Во всем мне хочется дойти до самой сути Это принцип жизни Пастернака. Один из известных исследователей его творчества, Асмус, утверждал, Что Пастернак терпеть не мог Половинчатости в своей жизни. Ночь, вы помните прекрасное четверостише, Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну, Ты вечности заложник, У времени в плену. Пастернак спешил жить, Спешил творить, Спешил наслаждаться тем, Что он создавал. Нобелевская премия – Стихотворение трагическое, Которое, о котором мы с вами говорили. Но судьба Нобелевского лауреата Для России того времени Была достаточно типичной. Вы хорошо это знаете, Потому что знакомитесь с этим периодом Развития нашей страны на уроках истории. Жизнь и биография Бориса Ильинича Пастернака Насыщена очень большими, Сложными событиями. Она была очень сложной, интересной. И нужно говорить, Что поучительной во многих отношениях. Несмотря на все жизненные тяготы, На все неприятности, На все заботы и хлопоты, Неурядицы в личной жизни, В семейной жизни, Пастернак всегда был С гордо поднятой головой Настоящего русского поэта. Вы помните цитату Марины Ивановны Цветаевой? Поэт похож на комету, И его дорога – Это путь кометы. Так вот, ярко на небосводе Русской классической поэзии Блеснул Борис Леонидович Пастернак. На предпоследнем слайде Вы видите фрагменты стихотворения, О котором я уже сказала. Половенчатости в жизни Пастернака не было. Все, за что он брался, Он доводил до конца. Но вот эти строчки, Которые можно вынести В качестве эпиграфа И в качестве завершения Нашего с вами разговора, Мы, наверное, прочитаем еще раз, Но уже с другой точки зрения. Во всем мне хочется дойти До самой сути В работе, в поисках пути, В сердечной смуте, До сущности протекших дней, До их причины, До основания, До корней, До сердцевины. Еще один поэтический постулат Великого русского поэта, Ставшего лауреатом Нобелевской премии. Я предлагаю вам посмотреть На последний слайд Домашнее задание. Безусловно, Та информация, Которую вы услышали от меня, Не может быть всеобъемлющей. И я вас уверяю, Для того, чтобы познакомиться С творчеством любого автора, Лучше, конечно, Изучить его биографию самостоятельно. Поэтому первое задание Составьте хронологическую таблицу Жизни и творчества Бориса Пастернака. Выберите одно из стихотворений, Указанных на слайде. Тема творчества. Выучите наизусть. Я вас уверяю, Дорогие одиннадцатиклассники, Если вы выполните домашнее задание И выучите стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака, А лучшие, конечно же, два, Не только эта информация Не только вам поможет Справиться с 26-м заданием Единого государственного экзамена По русскому языку, Но и пронести эти знания Сквозь всю вашу жизнь Для того, чтобы потом поделиться Со своими детьми. Я вам очень благодарна. До свидания. До следующей встречи. Здравствуйте, одиннадцатиклассники. Сегодня мы с вами продолжаем решать задачи на объемы тел. В арсенале наших знаний уже есть целый ряд многогранников и тел вращения. Мы знаем формулы для расчета объемов этих тел И площадей поверхностей этих тел. Итак, рассмотрим первую задачу. Из цилиндра с водой вынули шар радиусом 6 см. Уровень воды упал на 2 см. Найдите радиус цилиндра. Все мы знаем, что шар определенным объемом Вытесняет такой же объем жидкости. В данном случае вытесненная жидкость Принимают форму цилиндра высотой h. Значит, объем шара будет равен объему цилиндра высотой h. Запишем формулы. Для расчета объема шара это 4 третьих πr в кубе И объем цилиндра это πr в квадрат h. Подставляем значение в формулу. Получаем 4 третьих π6 в кубе равно πr в квадрате умноженное на 2. Проводим сокращения определенные. Еще более упрощаем левую сторону. И находим, что радиус будет равен 12 см. Ответ 12 см. Рассмотрим следующую задачу. Диагональное сечение правильной четырехугольной пирамиды Является прямоугольным треугольником, Площадь которого равна 24 см2. Найдем объем пирамиды. Для решения данной задачи мы с вами будем использовать формулу объема пирамиды. Объем пирамиды это 1 треть площадь и основание умножить на высоту. Значит, нам нужно найти площадь основания и высоту этой пирамиды. Рассмотрим диагональное сечение этой пирамиды. Здесь лежит треугольник АСС. Этот треугольник по условию задачи является прямоугольным и равнобедренным. То есть АС равно СС. Тогда площадь этого треугольника мы найдем как половины произведений его катетов. А поскольку они одинаковы, значит, 1 вторая умножить на АС в квадрате. Выразим отсюда АС в квадрате. И оно получается равным 48. Не будем торопиться извлекать корень из этого выражения. Далее, в этом треугольнике мы также еще рассмотрим гипотенузу АС. Найдем ее по формуле теорем Пифагора. То есть АС в квадрате равно 2 умножить на АС в квадрате, поскольку катеты одинаковы. Поэтому, подставив значение, мы получаем АС в квадрате равно 96. Тоже не будем торопиться извлекать корень. В этом же треугольнике мы видим, что СО является его высотой. Но кроме этого, этот отрезок является еще и высотой самой пирамиды. Нам его нужно найти. А найдем его мы из треугольника САО. Этот треугольник прямоугольный. Найдем его по теореме Пифагора. СО в квадрате равно АС в квадрате минус ОА в квадрате. Но мы видим, что ОА для нас неизвестная величина, и мы ее выразим через АС. Получим, что АС в квадрате минус 1 четверть АС в квадрате. Подставляем значение. Вот здесь нам и пригодились. АС в квадрате у нас известно, это 48. И АС в квадрате тоже известно, 96. В результате мы получаем, что СО в квадрате равно 24. В этом случае для СО нам придется извлечь корень, поскольку этот отрезок является высотой пирамиды. Итак, СО равно 2 корней из 6. А теперь нам осталось найти только площадь основания. Давайте обратим внимание на два треугольника. АСС и АБС. Оба эти треугольники прямоугольные. И оба они равнобедренные. Оба они имеют гипотенузу АС. Значит, что все соответствующие углы в этих треугольниках будут одинаковыми. Значит, и треугольники будут равны по трем углам. Значит, что сторона квадрата, лежащего в основании этой пирамиды АБ, будет равна боковому ребру АС. Теперь мы с вами можем запросто рассчитать площадь основания. Это АБ в квадрате или АС в квадрате. Это значение мы уже находили. И получаем, что площадь основания равна 48. Теперь мы можем найти объем пирамиды. Подставляем значение. Получаем 1 треть умножить на 48 и умножить на 2 корней из 6. В результате ответом получаем 32 корней из 6 сантиметров кубических. Следующая задача, которую я предлагаю вашему вниманию, такая. Конус вписан в шар. Радиусование конуса равен радиусу шара. Площадь боковой поверхности конуса равна корень из 2. Найдите площадь поверхности сферы и объем шара. Для решения этой задачи нам понадобятся две формулы. Площадь сферы – это 4πr в квадрате. И объем шара – 4 трети πr в кубе. Видим, что нам необходимо в этом случае только знать радиус шара. Обращаем внимание по условию задачи, что у нас радиус основания конуса равен радиусу шара. То есть мы можем найти радиус конуса, используя формулу площади боковой поверхности конуса. Но видим, что в этой формуле используется еще одна переменная величина – это L. L – это у нас образующая конуса. Мы ее можем найти из треугольника АБО. Этот треугольник прямоугольный, он равнобедренный. ОА и ОБ – это радиусы шара, но в то же время это и радиус основания конуса. Поэтому по теореме Пифагора образующая конуса будет равна R корней из 2. Значит, формула площади боковой поверхности конуса будет выглядеть следующим образом. πr в квадрате корней из 2. Теперь мы подставляем значение в эту формулу, значение площади боковой поверхности, и отсюда уже считаем радиус. В квадрате у нас это единица, деленная на π. Радиус тогда будет равен единице, деленная на корень из π. Теперь мы можем посчитать площадь сферы. Она будет равна 4π умножить на единицу, деленная на π, и будет равна 4. И объем шара. Подставляем значение 4 третьих π умножить на единица на π, это r в квадрате, и еще умножаем на r, это единица, деленная на корень из π, и получаем, что объем шара равен 4 разделить на 3 корней из π. Сегодня мы с вами рассмотрели три задачи, достаточно сложные на комбинацию геометрических тел. Домашнее задание будет для вас, это решать задачи геометрического содержания на сайтах «Решу ЕГЭ» и «ФИПИ». Желаю вам успеха, урок на этом закончен. До свидания. Уважаемые 11-классники, сегодня мы с вами начинаем подготовку государственной итоговой тестации и вспомним для начала вегетативные органы растений. Но прежде всего, давайте вспомним, что такое орган. Орган — это часть растения, которая в соответствии с выполняемыми функциями имеет определенное морфологическое и анатомическое строение. Для цветковых растений характерно два типа органов, это вегетативные и генеративные. К вегетативным органам относятся корень и побег. Они обеспечивают жизнедеятельность самого растения и вегетативное размножение. А генеративные органы — это цветок, плод и семя. Они у покрытосеменных растений обеспечивают семяное размножение. Сегодня мы с вами говорим именно о вегетативных органах. И первым вегетативным органом растений является корень. Корень представляет из себя осевой вегетативный орган растения, который выполняет следующие функции. Он закрепляет растения в почве, Он поглощает воду и минеральные вещества, запасает питательные вещества, может синтезировать некоторые биологически активные вещества, обеспечивает вегетативное размножение, а также обеспечивает связь растений с корнями других растений, грибами и бактериями. Виды корней делятся в зависимости от происхождения. Выделяет три типа вида корней. Это главный корень, боковые корни и придаточный. Главный корень образуется из зародышевого корешка. Боковые корни образуются на главном и придаточном. Таким образом, главные и боковые корни имеют корневое происхождение. А придаточные корни отрастают от стебля, листьев и для подземных видоизмененных побегов, таких как, например, клубни, корневище и луковица. Эти виды корней формируют три типа корневых систем. Выделяют стержневую корневую систему, мочковатую корневую систему и смешанную. К стержневой корневой системе хорошо выражен главный корень, от которого отходят боковые. Он характерен в основном для двудольных растений, хотя есть исключения. Мочковатая корневая система представлена системой придаточных корней, и характерна она в основном для однодольных растений. И смешанная корневая система, для нее характерно наличие хорошо развитого главного корня, от которого отходят боковые, а также есть придаточные корни. Примером является подсолнечник. Если рассматривать анатомическое строение корня, то в нем можно выделить несколько зон. Первой зоной идет так называемый корневой чехлик, который состоит из живых клеток, которые постоянно отслаиваются. Его функция – это защита зоны деления корня, облегчает продвижение корня вглубь почвы и обеспечивает положительный геотропизм. Напоминаю вам, что положительный геотропизм – это рост корня под направлением к центру земли. Следующая зона – это зона деления. Она представляет из себя верхушечную меристему или образовательную ткань. Ее функция – это рост корня и образование клеток корневого чехлика. Следующая зона – это зона растяжения или зона роста. Здесь клетки просто вытягиваются в длину. Далее располагается зона всасывания. Покровные клетки данной зоны образуют выросты, которые называются корневые волоски. Их функция – это всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Выше зоны всасывания располагается зона проведения или зона дифференциации тканей. Здесь располагаются основные проводящие ткани корня – это ксилема и флейма, которые образуют центральный цилиндр. И функция этой зоны – это связь корня с другими органами растения. Корни могут видоизменяться. К метроморфозам или видоизменениям корней относятся. Корнеплод, который представляет из себя утолщенный главный корень, примером является свекла, редис, морковь. Корневые шишки – это утолщенные придаточные корни, примером являются георгины. Также есть воздушные корни, ходульные корни, дыхательные корни, корни прицепки. А для растений-паразитов характерны корни присоски или гаустории. Следующим вегетативным органом растения является побег. Он представляет из себя стебель с расположенными на нем листьями и почками. Также на побеге можно выделить следующие структуры. Это узел, а именно место прикрепления листа к стеблю. Расстояние между двумя узлами называется междуузли, а угол между черешком листа и стебель называется пазуха. Давайте разберемся с составными частями побега. Итак, первая составная часть побега – это почка. Почка представляет из себя зачаточный побег. По расположению на стебле почки могут быть верхушечными, боковыми и пазушными. Верхушечные обеспечивают рост побега в длину, а боковые и пазушные обеспечивают ветвление побега. По внутреннему содержимому почки могут быть вегетативные и генеративные. И те, и другие снаружи покрыты почечными чешуями, которые выполняют защитную функцию. Вегетативные почки внутри содержат зачаточный стебель, зачаточные листья и верхушечную меристему, а генеративные содержат зачаточный цветок или соцветие. Стебель представляет из себя ось побега. По расположению в пространстве стебли бывают разнообразны. Они могут быть прямо стоячими, могут быть ползучими, вьющимися, лазающими, цепляющимися. Что касается внутреннего строения стебля, то мы рассмотрим его на примере ветки липы. Снаружи стебель покрыт покровной тканью, вид этой покровной ткани будет зависеть от возраста стебля или побега. Если это молодой стебель или побег, то покрыт он эпидермой или кожицей. Если это побег второго и более года, то это пробка. Функция, конечно же, покровной ткани защитная, ну а в пробке образуются чечевички, которые обеспечивают газообмен. Под покровной тканью располагается паренхимная ткань, выполняющая функцию запасания. Далее идет луп или флоема. Это проводящая ткань, которая обеспечивает нисходящий ток органических веществ. За ней располагается камби. Это боковая образовательная ткань, которая обеспечивает рост стебля в толщину. Далее располагается илексилема, которая обеспечивает восходящий ток воды и минеральных веществ. Ну и в центре располагается сердцевина, которая выполняет запасающую функцию. Побег, так же как и корень, может видоизменяться. Выделяют надземные и подземные видоизменения побегов. К надземным относятся колючки и усы, но не у всех растений. Если брать колючки, то побеговое происхождение имеют колючки терна, боярышника и дикой груши. Если говорить об усах, то это земляника и виноград. К подземным видоизменениям побега относятся корневище, луковица и клубень. В основном они выполняют запасающую функцию, но также обеспечивают вегетативное размножение. Следующим вегетативным органом является лист. Он представляет из себя плоский, боковой, ограниченный в росте вегетативный орган растений, который выполняет следующие функции. Ну, во-первых, конечно же, это фотосинтез. Далее он обеспечивает газообмен и транспирацию. Напоминаю вам, что транспирация – это испарение воды с поверхности листьев. Строение листа. В типичном листе можно выделить две составные части. Это листовая пластинка, которая выполняет основные функции листа, и черешок, который обеспечивает соединение листовой пластинки со стеблем. Иногда листья бывают без черешков и называются они сидячие. По количеству листовых пластинок листья делятся на простые и сложные. Если в листе одна листовая пластинка, то такой листь является простым. Если несколько, то сложным. От количества листовых пластинок бывает разнообразие сложных листьев. Они бывают тройчато-сложные, пальчато-сложными, непарно-перисто-сложными и парно-перисто-сложными. Также листья различаются по форме листовой пластинки. Они бывают округлые, овальные, сердцевидные, яйцевидные, стреловидные и так далее. Также различаются край листовой пластинки. Он может быть цельнокрайний, зубчатый, пильчатый, горочатый и выемчатый. Листья могут по-разному располагаться на стебле. Если в одном узле располагается один лист, то такой тип листа расположения называется очередным или спиральным. Если в одном узле два листа, один напротив другого, то такой тип листа расположения называется супротивным. Если же три и более, то мотовчатым. Анатомическое или внутреннее строение листа. Лист снаружи покрыт эпидермисом или кожицей. Есть верхний эпидермис или нижний эпидермис. Клетки эпидермиса или кожицы живые, имеют лезвелечистые очертания, плотно прилегают друг к другу, не имеют хлоропласта. Дополнительно они могут покрываться восковым налетом, кутикулой или волосками, таким образом выполняя защитную функцию. На нижнем эпидермисе образуется устица, поэтому нижний эпидермис также выполняет функцию газообмена и транспирации. Далее под эпидермисом располагается основная часть листа или паренхима. Она также дифференцирована. Под верхней эпидермией располагается столбчатая паренхима под нижней губчатой. Столбчатая паренхима представляет из себя цилиндрические клетки, которые плотно прилегают к друг другу. В них содержится большое количество хлоропластов и основная функция фотосинтез. Под нижней эпидермис располагается губчатая паренхима клетки неправильной формы, между ними большое количество межклетников, и поэтому кроме функции фотосинтеза также выполняют функцию газообмена и транспирации. Ну и третьим компонентом являются жилки. Это сосудисто проводящие пучки, которые представляют из себя совокупность проводящих тканей ксилемы и флеемы, обеспечивающие транспорт веществ, которые отграничены механической обкладкой, выполняющей функцию опорную. Жилки в листовой пластинке могут располагаться по-разному. Выделяют следующие типы желкования. Первый вариант – это сетчатое желкование. Оно бывает перистосетчатое и пальчатосетчатое. При перистосетчатом желковании хорошо выражена главная жилка, от которой отходят боковые. При пальчатосетчатом желковании в листовую пластинку входит несколько жилок, от которых отходят боковые. Сетчатое желкование и перистое и пальчатое в основном характерно для двудольных растений. При параллельном жилковании в листовую пластинку входит несколько жилок, идущих параллельно друг к другу, а при дуговом у основания верхушки жилки сближаются. Дуговое и параллельное жилкование в основном характерны для однодольных растений. Листья, так же как и другие вегдативные органы, способны видоизменяться. К видоизменениям листьев мы относим с вами колючки, усики и ловчие аппараты. Колючки листового происхождения характерны для таких растений, как например кактус и барбарис, усики характерны для гороха, а ловчие аппараты характерны для насекомоядных растений, таких как например росянка. Таким образом мы с вами сегодня рассмотрели основные и вспомнили основные вегетативные органы растений. Я надеюсь, что наш урок был для вас полезен. Вы еще раз пересмотрите все самостоятельно и прорешайте основные задания ЕГЭ. Спасибо за внимание, урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова